доллар 110 рублей индекс московской биржи обновляет но индекс ртс и тот же самый индекс мосбиржи только выражены в долларах но сами видите где находится ниже он был только в 2008 году в кризис на 22 февраля 22 года и будет даже на самом деле не сильно ниже и даже 22 февраля он быстро улетел наверх что же сейчас происходит как же деньги сильно обесцениваются как же обесцениваются наши активы накопления какую бы акцию мы не открыли все валится на дно открываем свой брокерский счет смотрим на нереализованный пнл все в минусе все в огромном минусе даже у меня вот обратите внимание сегодня рекордный отрицательный пенель до 100 тысяч рублей минусом это в том портфеле которыми рассказываю на канале где инвестировал с нуля так что же делать что же делать может быть стоит все быстро продать приложиться в крипту которая сильно растет сильно стреляет или какие-то другие ты советы дашь артем об этом поговорим в данном видео самое базовое самое банально естественно активы которые находятся на дне продавать в панике не нужно это сразу же нужно зафиксировать на носу любому начинающему инвестору также не стоит покупать активы которые сильно выросли за последнее время вот если актив вырос за последние полгода может быть даже за год ну хотя бы на 50 процентов а то и больше на хаях на пике прям здесь его покупать не нужно но даже если я допустим не продаю свои акции с огромным минусом и быстро не перекладываюсь в крипту которая уже улетела где-то на хаях находится все равно я сижу смотрю меня какая-то паника какое-то раздражение какие-то странные эмоции наблюдаются что же с этим делать эти моментом нужно на самом деле пользоваться здесь разочаровываться расстраиваться и паниковать нету ни одной причины кроме разве что если вы имели большие накопления копили лет десять и всей пачкой эти деньги пошли в рынок принесли опыта особо раньше не имели и он за месяц у вас упал на 20 процентов вы эти самые деньги которые вы видите на своем счету улетучились в никуда если вы сейчас активы продадите копили годами в таком случае конечно вы скорее всего сделали неверно поскольку нужна диверсификация не только в рамках портфеля естественно фондового рынка но и в рамках активов недвижимость там тоже крипта и так далее это нужно было естественно об этом размышлять заранее в любой другой ситуации не нужно не стоит и вообще нет никакого смысла паниковать более того я вам скажу что конкретно сейчас если говорить о текущей ситуации акции российских компаний настолько недооценены что я думаю мы больше таких скидок не увидим не то что в ближайшие годы я не знаю смогу ли я подобных цен увидеть вообще за свою жизнь и что для этого должно случиться просто звезды сошлись таким образом ставка центробанка настолько высока такой хайп вокруг банковских депозитов фондовый рынок в россии конкретно сейчас настолько сильно не развит что вот так это все дело совпало при высокой процентной ставке высоком обесценивании рубля видимо еще низкая финансовая грамотность населения они думают что на вклады деньги понесут и какие-то средства с этого заработают даже если вклады не заморозит на что эти деньги которые они получат из ничего и которые получают миллионы людей не обесценится все это так совпало и повлияло на фондовый рынок что мы имеем сильно обесценивающуюся валюту но посмотрите еще раз на доллар и то что он стоит 110 рублей это не у это из ряда вон выходящее событие это то чего стоило ожидать исходя из большой ставки центробанка то есть все происходит ровно по сценарию который был не то чтобы предсказуем заранее но как минимум намечался где-то на горизонте рубль обесценится он обесценивается сейчас большими темпами и будет обесцениваться еще большими темпами и тем большими темпами чем больше будет дольше будет ставка центробанка оставаться на высоком уровне чуть позже объясню почему но вот что я никак не мог предвидеть так это то что ребята инвесторы кто плотно сидит занимается инвестициями на фондовом рынке побегут в панике я так понимаю сейчас Сейчас продавать все свои активы и давить цену еще ниже, ниже на любые активы, на любые акции. Ну, что-то не сильно, конечно, с последних лоев просаживается, но в целом падает все и падает значительно. Так вот, этого я предвидеть не мог, и я думаю, что подобных стечений обстоятельств не будет. Не знаю насчет никогда, но в моей жизни, наверное, точно. Так вот, давайте о том, чего ждать конкретно сейчас. Наш пример, который я разберу сейчас на текущей ситуации, он прям полярный, полярный, которого, скорее всего, мы не увидим еще очень долго, возможно, никогда. Но в целом это правило относится к любой ситуации с обвалом рынка, который мы увидим, естественно, еще много раз, просто не в таком масштабе. Перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание, там будет ссылка на регистрацию у брокера БКС. И обратите внимание, что это лучший брокер в России, я работаю именно с ним, и у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию. После регистрации у вас будет тариф инвестор абсолютно бесплатный. Комиссия будет только за продажу ценных бумаг, но если вы, пассивные инвесторы, не продаете бумаги, то вообще никогда платить ничего не будете. Если вы трейдеры, торгуете, то есть фиксируете свою прибыль, в таком случае для вас будет определенный тариф за 300 рублей в месяц, там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей, вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса. За 5 минут отключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц, комиссия 0%, и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей. Он вам позвонит после регистрации, ну нужно будет подождать, потому что людей регистрируется много, а Сергей один через какое-то время позвонит. Ну если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном, а также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первые. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно, и перенести активы от другого брокера, и вообще любой ваш вопрос решит, поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Давайте размышлять следующим образом. У нас ставка Центробанка, могу сейчас ошибаться, нужно там открыть информацию, посмотреть, по-моему 21%, да, ну округлим до 20%, допустим, ставка ЦБ 20%, при том, что еще и инфляция у нас высокая, 9-10% годовых официальной инфляции ЦБ, естественно, держит ставку высокую для того, чтобы эту инфляцию обуздать. Но там, если вы погуглите, изучите информацию, инфляция немножко в другой характер, другую природу имеет, просто из-за того, что деньги, грубо говоря, печатаются из ниоткуда идут в экономику. В связи с этим инфляция не понижается из роста ставки Центробанка. Наоборот, чем выше будет ставка Центробанка, тем больше будет инфляция, потому что деньги, которые люди несут на вклады, они потом заберут с процентами, естественно, понесут в экономику. И как минимум на уровень ставки депозитов, как минимум на уровень ставки Центробанка, инфляция за ближайшее будущее будет разгоняться, но об этом чуть позже. Обратите внимание, что у нас происходит с рублем по отношению к доллару. Вроде как сейчас же инфляция всего лишь 10%, да, но вот он недавно был 100 рублей, сейчас моментально за несколько дней, за считанные дни, вырос на 10% доллар к рублю. Ну, не обесценивался же рубль на 10% за несколько дней. Нет, но каким образом ставка Центробанка влияет на курс национальной валюты? 20%, например, ставка ЦБ в рублях. Ставка ЦБ в долларах для процентных подсчетов, скажем, что 5%. Таким образом, разница в процентных ставках 15%, и это именно то значение, на которое за год, если год будут неизменные ставки, обесценится валюта, где процентная ставка выше. Почему так работает? Потому что если я могу взять кредит в долларах под 5% годовых, приложить эти деньги в рубли и положить на депозит под 20 годовых, прошел год, у меня денег стало на 20% больше. При неизменном курсе я получу на 20% больше долларов, отдам свой долг, который я брал под 5 годовых, и у меня останется там разница вот в эти самые 15% годовых. Это называется валютный арбитраж. Этим занимаются, этим промышляют огромное количество людей, огромное количество компаний, и даже если рынок закрыт, если нет возможности доллары иностранному гражданину в Россию завести, перевести в рубли, положить наклад и сделать обратную операцию, в любом случае есть такое понятие как кросс-курс, и может быть не напрямую с долларом эта штука произойдет, но можно конвертировать так или иначе доллары в юаня, юаня в рубли. И вот это и называется кросс-курс, и вот этот кросс-арбитраж, он действует именно так же, как и обычный валютный арбитраж на открытом рынке. То есть даже на закрытом рынке, который российский не является, он является такой, ну, с небольшими ограничениями для ряда стран, так скажем, даже в закрытом рынке, так или иначе будет работать это правило. Это называется паритет процентных ставок, то, о чем я вам только что рассказал. Так вот, чем выше ставка, еще раз напоминаю, от Центробанка, тем сильнее будет девальвироваться курс национальной валюты с течением времени. Это базовое правило, которое нужно запомнить. Идем дальше. Как правило, высокую ставку от Центробанка ставят на относительно небольшой период времени для того, чтобы инфляцию обуздать. Этого не получилось делать сейчас, и на мой взгляд, я могу ошибаться, но посмотрим, чем выше и дольше будет ставка от Центробанка находиться на высоких уровнях, тем сильнее будет рубль обесцениваться с точки зрения инфляции. Плюсом к тому девальвация рубля, все привезенные за границы товары, оказанные за границы услуги, они в рублях стоят больше. И так или иначе, на ряд услуг, на ряд товаров, ценник, то есть инфляция взлетит моментально, прямо сейчас, просто за счет того, что, видите, какое изменение курса происходит. В общем, рубли обесцениваются. Население, видимо, этого не понимает и несет деньги под, казалось бы, большие проценты на депозитах, не понимая, что обесценивание пройдет на большем уровне. И также ставка Центробанка работает с точки зрения влияния на фондовый рынок. Каким образом? Чем выше ставка ЦБ, тем больше я могу получать доходности, гарантированные Центробанком. Я могу положить деньги в банк, но этот банк, соответственно, имеет там, так или иначе, какие-то сделки с контрагентом Центробанком. Центробанк печатает деньги, дает, выплачивает проценты коммерческим банкам, коммерческие банки уже платят проценты нам. И вроде как это еще и там застраховано на определенную сумму и так далее. Так вот, зачем же мне рисковать и нести деньги в компанию ЦБ, покупать ее акции, тем более, что вот есть такие риски сейчас. Если я могу эти деньги пойти понести на вклад и получать гарантированную доходность. Это работает в моменте, прямо сейчас, такая логика у людей, в связи с чем они продают свои активы. Вечно это продолжаться не может, ну то есть, рано или поздно, люди, масса, так или иначе, продадут свои активы. Все, кто хотели, это сделают. Долго это не продлится. Напоминаю, что чем сильнее обесценивается рубль, то есть, чем выше цены на товары и услуги компаний, акции, которых мы покупаем, тем лучше их фундаментально показатели, как минимум номинально. То есть, у них будет расти выручка, будет расти прибыль. И в связи с высокой ставкой Центробанка снижается там мультипликатор PIN-I, который вы там погуглить можете, если не знаете, что это такое. Более того, он снижается в моменте, но, еще раз, чем дольше ставка ЦБ держится на высоком уровне, чем выше будет инфляция, чем сильнее обесценивается рубль, тем выше будет вот этот вот показатель E, то есть, earnings, то есть, фундаментальная ценность компании. А прайс при условии, что он, допустим, останется на месте на текущем, это будет гарантировать, что через какое-то время PIN-I будет еще более привлекательным, чем сейчас. То есть, даже если цена останется на том же уровне, они будут продолжать падать, то с течением времени, и чем больше времени пройдет при высокой ставке, тем лучше будет этот мультипликатор. До какого значения этот мультипликатор может снизиться, я не знаю. Таких низких значений, как сейчас по фондовому рынку, я не видел нигде. И я думаю, что, скорее всего, мы примерно нащупали дно, потому что не может быть такой ситуации, на мой взгляд, где PIN-I средний по рынку будет равен единице, двум или даже трём. То есть, если я могу взять 100 рублей, купить акции компании, которая за год заработает 33% на вложенный капитал уже в этом году, при том, что рубль обесценивается, я понимаю, что через пару-тройку лет на мои вложенные 100 рублей компания будет зарабатывать 100 рублей, то есть как бы 100% на вложенный капитал уже через несколько лет. Понимаете, да, это потенциал этой перспективы. Я думаю, что где-то сейчас близко находится дно. То есть сейчас ситуация феноменальная, сейчас ситуация та, которую не использовать просто преступление, я считаю, нужно покупать активы. И, как я сказал в начале видео, вряд ли мы увидим что-то подобное в будущем, ещё хоть когда-нибудь, но в любом случае каждое падение нужно воспринимать именно с такой логикой, что это хорошая возможность, чтобы купить качественные компании, качественный бизнес по дешёвым ценам. Тут вопрос состоит в том, что а качественно ли я компании покупаю, или может быть я куплю какую-нибудь, не знаю, группу Черкизова, а они обанкротятся. Это уже вопрос к тому, как вы анализируете компании, а не к тому, стоит ли сейчас покупать или нет. Если мы предполагаем, что вы покупаете бизнес, который стабилен, который растёт, у которого есть потенциал, где высокие, хорошие, фундаментальные показатели, он просто падает на фоне того, что паника происходит. Выкупайте, выкупайте, выкупайте у всех все объёмы, кто продаёт в панике. Кто продаёт в панике, на самых низах, тот дурак. Этим нужно пользоваться. Будьте человеком, который готов идти по головам, если вам деньги в руки суют, нужно их брать. И сейчас это нужно делать в особом объёме, я считаю. И нужно всегда заранее, до какого-либо падения, вот, допустим, цена на месте стоит после роста, нужно всегда предполагать, что цена может упасть просто так, просто из какого-то стечения обстоятельств, или даже вообще ничего не произошло, просто люди массово начинают прибыль фиксировать, и какая-то вот паника в моменте начинается, и цена просаживается. Нужно понимать, что всегда будет примерно такая ситуация, рано или поздно. Она непредсказуема, но она постоянно случается. Рынок, как можете заметить, вот так не растёт. Он растёт вот так. И постоянно есть вот такие вот движения вниз. И к чему это я? К тому, что нужно быть готовым. У вас должна быть доля кэша. Посмотрите более подробно на моём канале, я про это рассказываю в рубрике, где я инвестирую в акции с нуля, я держу там долю кэша, которая динамическая. То есть, чем ниже рынок, тем меньше кэша я должен держать. То есть, у меня было, например, запас 100 тысяч рублей, неинвестированных в акции на брокерском счету. Я его инвестирую в момент, когда рынок сильно падает. Если рынок на максимумах сильно растёт, наоборот, доля кэша у меня должна быть, например, 20%. Это я для примера цифр сейчас говорю. То есть, все деньги, которые я так или иначе откладываю и пополняю, они, скорее всего, у меня останутся в кэше, я не буду активы по максимуму покупать. То есть, я изначально заранее к этому готов. Так вот, ещё раз, что же делать, как не паниковать, если фондовый рынок падает? Первое, вы не будете паниковать, если будете готовы к этому заранее, если у вас будет такая штука в портфеле, как доля кэша. Если у вас её сейчас нет, сейчас рынок падает, конечно, очень страшно и так далее. Это нужно пережить, просто переломить себя, заставить себя не продавать на дне, на лоях, как бы сильно этому не хотелось. И записать себе свои мысли в блокнотик, что вот я такие эмоции испытывал, потому что я не знаю, что такое доля кэша, либо слышал, но как-то не реализовал. И подготовиться к этому, когда вы уже с чистой головой подойдёте, ну, например, так или иначе рынок там отскочит, вам полегче станет, а в этот момент уже начинайте реализовывать то, чем я сказал, подготовку к возможным случаям подобным. Поскольку всегда абсолютно рынок будет падать определенными моментами. Но то, что происходит сейчас, это, ещё раз, как я сказал, феноменально. И вообще в любом стечении обстоятельств рынок будет расти и расти сильно. Если процентная ставка ЦБ сейчас опустится, моментально, резко, сильно, рынок будет отскакивать, потому что все деньги с банковских вкладов так или иначе потекут куда? Ну, другие рынки потекут в недвижимость, потекут на фондовую биржу, потекут просто в товары и услуги, разгоняя инфляцию, повышая перспективность этих компаний, которые мы покупаем, что ещё сильнее, потолкивают фундаментальную их цену, на что инвесторы ещё сильнее, внимание обратят, и ещё больше их покупать начнут акции. А обратите внимание, что все, кто хотел продать, они уже продали. Даже вот здесь вот на дне уже продают. Продавать вот здесь будет, ну, не то чтобы некому, но очень мало народу будет на этом движении продавать, все будут покупать. И в случае снижения ставки ЦБ, естественно, цена резко будет возрастать. Если ставка ЦБ будет длительное время на текущем уровне, либо она будет даже расти, то какое-то время, возможно, вот эта паника будет всё новые-новые обороты набирать, но недолго. Потому что чем дольше и сильнее обесценивается рубль, тем лучше фундаментальные показатели у компаний, которые мы покупаем. И рано или поздно инвесторы обратят на это внимание. И продавать рано или поздно уже станет некому, причём я думаю, что уже вот-вот наступит подобный момент. И да, какое-то время тут вот так поболтается, но чем дольше и сильнее, как я сказал, будет ставка ЦБ находиться на большом уровне, тем сильнее будут валюты обесцениваться, тем сильнее будет расти фундаментальная стоимость этих компаний. Рано или поздно инвесторы на это внимание обратят. И вот таким вот образом тоже это всё дело произойдёт. Потом, если вдруг ставка ЦБ опустится, то это ещё придаст буст о цене и что-то подобное произойдёт. В случае, который, скорее всего, нас ожидает, где ставка ЦБ не будет резко снижаться, конечно, какое-то время вот такое вот движение ещё, скорее всего, тут будет находиться. Но вот это в ближайшем будущем, я думаю, что не позже, чем через год-два, нас ожидает. И к этому нужно быть готовым. Не покупать через два года активы вот здесь, как будто бы вас Артём не предупреждал. Подписывайтесь на канал. Тут будет ещё много интересных размышлений и советов на тему рынка, финансовой грамотности, инвестиций, экономики, анализа. Пишите в комментарии свои вопросы, что бы вы хотели видеть на канале. И также подписывайтесь на другие соцсети, телеграм, инстаграм, по ссылкам в описании. Там контента больше. Удачи!